Мастер из Восточно-Казахстанской области поделился секретом изготовления дамбре. Умельца Боржана Каримова в этом деле считают одним из лучших в регионе. Первый свой инструмент он создал еще 30 лет назад. Анна Лисенбердина расскажет. Изготовление дамбре – процесс особый. Значение имеет каждая деталь. Именно поэтому Боржан Каримов совершенствует свои навыки уже 30 лет. Особенно важно, из чего будет выполнен инструмент. Обычно в дело идут береза, сосна, ель, орех грецкий и красное дерево. Но большую роль играет и способ, как мастер сделал дамбру. Если в начале пути это были цельные инструменты, то сейчас он их собирает по клиниям. У первого метода оказалось много недостатков. Трудно определять толщину и ширину. Там звучание не так дает. А здесь уже на глазах видно, что сначала она готовится, длина у него 50. 500 миллиметров на миллиметр, если считать. Ширина на 6 сантиметров. Толщина на 5 миллиметров. Я через циркулярку пропускаю его, а потом вручную строгаю. Так с помощью клиниев можно регулировать размер дамбры. Чем их больше, тем объемнее звук. Секреты своего дела мастер намерен передать внукам. Правда, старшему всего 4 года. Но это не мешает ему быть помощником. А вот остальные члены семьи пробуют инструмент в деле. Играть на дамбре и дочь, и сына, и даже мужа научила Гульбану Каримова. Древний казахский инструмент в их доме всегда на почетном месте. Каждой казахской семье обязана быть дамбра. Это душа нашего народа. Она сопровождала в странствиях, заставляла думать, сопереживать музыки. Мы выросли на казахских кюях. Поэтому в нашем доме мы чтим и уважаем любимый инструмент. А навык игры на нем нужен каждому казахстанцу, уверены Каримовы. Теперь ценителей дамбры в Искаменногорске точно станет больше. Боржан Ага, наверное, не просто изготавливать этот инструмент, но и обучать игре на нем. И открыть в планах ближайших бесплатный класс. Первые желающие уже есть. Это коллеги-дочери из департамента полиции. Может, стоит присоединиться и нам? Айолам и сама включилась в процесс обучения. Пока это пробный урок ко дню дамбры. Девушка прекрасно совмещает и творческие таланты, и работу в полиции. У меня с детства с родителя передалось. То есть у меня, получается, в семье отец играет на дамбре, а также мама играет. У нас в семье все талантливые. То есть брат также играет на дамбре. А к празднику в музее департамента появилась и своя дамбра. Подарок от мастера. Всего за 30 лет работы он их изготовил уже больше 1700. Анна Лисенберна, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, 24 КИЗ.